издание политико сообщает о том что белый дом делает все возможное чтобы избежать прямой встречи байдена и путина на ближайшем саммите g20 встреча большой двадцатки пройдет в следующем месяце в индонезии g20 это такой себе экономический клуб который входят государства с наиболее развитой и развивающейся экономикой мира такая позиция американских чиновников связана с тем что путин должен остаться в полной изоляции и нельзя допустить того чтобы присутствие байдена легитимировала руководаваемость путина то есть демонстративно должен быть изоляция дистанция стеклянная стена через которую пути не может пройти американские официальные лица предпринимают все шаги для того чтобы байден и путин не пересеклись даже в коридоре мы знаем что президент байден думает о президенте путине он думает что он убийца он думает что он военный преступник сказал уильям тейлор бывший посол сша в украине также недавно байден пытался обсудить с путиным вопрос об освобождении американских заключенных однако в кремле это проигнорировали союз штаты не заинтересованы в политическом диалоге они заинтересованы в гуманитарном диалоге по вопросам в частности удерживаемых американских граждан в россии и вот именно это по мнению экспертов путин может попытаться использовать в дальнейшем путин может использовать это для того чтобы встретиться с байденом для байденом это важно а путин скажет таки я там типа завтра выдам указ помимо там типа но но надо встретиться причем на камеры однако как бы там ни было не только байден но и другие политики не желают пересекаться и общаться с путиным скажем так не только байден многие лидеры западных стран но в первую очередь g7 не захотят пожимать руку путин их будут по-разному стараться рассаживать но стоит понимать что на этом саммите будут не только представители демократических стран безусловно g20 площадка для путина является более благодатной нежели какая-либо другая поскольку там также присутствует государство диктатура автарки так как ключевой принцип отбора этих стран это экономическое влияние это объем экономики g20 нет критериев этики и морали да потому что тут действительно клуб где общаются демократические страны с другими поэтому ожидать либо осуждение либо игнорирования каждым представителем путина не стоит как отмечают эксперты он даже может получить ситуативных союзников то мы это с вами понимаем что китай и индия это не союзники они используют ситуацию может и эрдоган придет с ним поужинать и где-то встретиться так как для них сейчас россия это уже подбитый зверь это фактически супермаркет с распродажей который будет скоро закрываться и соответственно кто успел сейчас задешево купить себе продукты которых не хватает кому-то газа кому-то редкоземельных металлов кому-то нефти но получить прямую военную поддержку он уж точно не сможет даже его так называемые союзники не пойдут на такой шаг я думаю что и тут станет для него холодный душ поскольку даже наиболее одиозные страны сейчас пытаются дистанцироваться от путина так как его уровень токсичности зашкаливающий даже для них остаются главные вопросы какую цель он будет преследовать и чего он сможет добиться зачем ему может быть нужна встреча с байденом и другими мировыми лидерами для путина важно показать раскол и показать ну как бы что вот он застрельщик нового мирового порядка которым запад это плохой я думаю что россия пытается и имеет надежду на то что ему удастся сделать как можно больше двухсторонних встреч на полях g20 это необходимый как картинка для пропаганды и как картинка в глазах третьих стран путин в том числе надеется показать что он не один что и у него есть союзники однако даже они могут высказаться против него первую очередь китай и инди который ядерная война очень ни к чему который вообще война ни к чему весь мир не хочет стагнации конечно ожидать прямых осуждений действий путина от китая не стоит но аккуратно сформулированные слова с антивоенной позиции против рф могут прозвучать примерно как и слова такаева который приехал прямо в россию и заявил что не признает аннексированные территории мы не признаем ни тайвань не косово и по всей видимости этот принцип будет применен в отношении квази государственных территорий коими на наш взгляд является луганский донецк максимум на который может надеяться путин это получить красивую картинку для пропаганды никто договариваться с ним ни о чем не станет застукав байдена в туалете он не получит для себя ничего реально важного он не снимет никакие санкции потому что все знают что с путиным нельзя договариваться путин проявил свою не договора способность и сформировалась стойкое убеждение и понимание этого потому что путин не держит свое слово потому что путин не переговаривается действительно не договаривается а он лишь блефует и выиграют время